Теперь комаров на пруду станет меньше. Дезинфекторы с утра за работой. У женщин в белых халатах по бочонку в руках. Внутри инсекцицидный препарат из Нидерландов. Все ради того, чтобы около водоема было комфортно отдыхать. Плюс защита от малярии и желтой лихорадки. Именно комары переносят эти заболевания. Несмотря на то, что на нашей территории данные заболевания не характерны, но комар кусает человека, который в инкубационном периоде, либо переносчик, заражается, кусает здорового человека, так возникает местный случай данных заболеваний. На 100 тысяч рублей, которые выделили из городского бюджета на дезинфекцию, обработают береговую линию пруда и парк на южной стороне. Этого хватит на полтора месяца. В июле сотрудники Роспотребнадзора возьмут пробы и, если понадобится, вновь опрыскают кустарники и траву. Сегодня обрабатывали 5 гектар вокруг пруда. А сколько времени вам понадобилось, чтобы обработать? Ой, мы времени не замечаем. Дали работу, мы пошли. Я сегодня одна, нас было трое. Втроем, говорит Ольга, работать веселее. Да и отдыхающие скучать не дают. Интересуются, чем обрабатывают городской пруд. И главное, не опасно ли это для окружающих. В данной обработке он устраняет водную стадию комара, то есть это личинку. Происходит это за счет механизма действия. То есть данный препарат, он, скажем так, окружает всю личинку и не дает ей дышать. То есть механизм действия не, скажем так, каким-то химическим веществом, а механизмом действия. Препарат сертифицирован. Его рекомендуют даже для рыбных хозяйств. Поэтому многочисленным рыболовам волноваться не стоит. Яд убивает только личинки комаров. Для всех остальных обитателей пруда он безопасен. Именно поэтому им уже обработали площадки в пришкольных лагерях. А на следующей неделе дезинфекторы выйдут в городской парк. Дарья Макаровская, Артем Удников для РТВ.